друзья привет сегодня будет обзор замечательного инструмента альфа это угольник угломер для профессиональных плотников обзор будет делать мой друг кровельщик который получал свой опыт на крышах германии он этим инструментом очень много работает недавно он приезжал ко мне я попросил чтобы он рассказал как круто можно с помощью этого инструмента делать разметку стропил всем приятного просмотра если у вас есть какие то вопросы пишите в комментариях обязательно ответим альфа венкель угольник плотника немецкого с этим угольником немецкие плотники собирают деревянные дома стропильной системы и так далее любые конструкции у него есть 90 угол 90 градусов есть угломер который также выставляет так как ему надо там смотря какой у вас уклон кровли там 20-25 25 градусов давай пусть будет 30 есть перфорация для того чтобы рисовать параллельные линии к примеру у нас есть плоскость от которой нам нужно там под какие-то нужды от рисовать параллельную линию вставляем карандашик вот мы ведем и вот он у нас параллельная линия мы эту функцию используем для одинаковой глубины посадки пятки например на прогоне на мурлате на коньковом прогоне там и так далее например карниз на запил вот мы приложили так еще раз покажи пожалуйста приложил до и отчертил и отчертил дальше вот это можно его так-то отрисовать как как угодно тот же самый угол просто здесь например когда ты с краю рисуешь неудобно он тут гуляет поэтому перевернули плотно уперли понял как раз вот смотри видишь щель то есть древесина неровная он есть щель но у нас плоскость длинная но и по плоскости приняли какие-то неровности но она нам никак не мешает отрисовать нам правильный угол если вдруг примеру здесь какая-то шишка понятно дело взяли там 155 прорисовали шишку стерли угол положили отрисовали все нормально ну к примеру как работа с кривым лесом вот он пожалуйста кривой лес мы с ним так работаем то есть отрисовали вертикальный приложили перевернули отрисовали горизонт вот это вот спиливается вот он карнизный связь он может быть вертикальным просто примеру и либо под прямым углом для того чтобы можно конечно сделать и вот такой вот ну спил к примеру да там под прямым углом к плоскости кровли и потом срезать какие коробки собираются карнизные вот тут любое решение к примеру дальше например нарисовать пятку на прогоне на мурлате там или еще где-либо размер если у нас есть там например 80 70 сантиметров сколько у нас там карниз да там по проекту откладываем размеры ставим точку дальше все также приложили по плоскости отрисовали примеру глубину посадки там 120 там для 150 ноги приезжали подвели пересечению вот к этому интересовали вот у нас пяточка если вдруг каждая нога изготавливается по одиночке там без циркулярки да там циркулярку сейчас приложил она четко отрезала а если цепными пилами то понятно надо себе перенести маячки чтоб под прямым углом все это дело зарезать вот она пяточка вот коньковый прогон или коньковый ну если у нас просто они друг друга упирается в коньке то вот так же угольником отрисовал запилил все готово вот опять приложил прижал метку это понятное дело по рулетке растянули какую надо если у нас есть примеру расстояние прогона конькового то есть между средним прогоном и коньковым прогонам нужно поставить нам пятку то есть отрисовали метку расстояние между прогонами дали вертикальный спил глубина посадки там к примеру одинаковая до 120 смело или так или перевернуть если не хватает упереть его вот подвели к черте отрисовали вот у нас коньковый запил дальше это у нас опора коньковые балки да там то есть мы на нее стали сколько у нас ширина к примеру 100 миллиметров 100 значит пополам это пятерка ну к примеру пятерка то есть пять сантиметров но сделать надо чуть меньше там нам нет смысла точно их стыкать пусть будет щель какая-то чтобы они не утыкались нас при монтаже не не было необходимости дополнительно там подгонять все это дело по этой черте вот от рисовали вот он у нас коньковый запил то есть это удаляем это удаляем вот опору на коньковый прогон это мы взяли до 30 градусов это простая нога до пилим кто как хочет кто как умеет чем кому нравится кто-то может лобзиком пилит эти вещи видел такое циркулярка цепи там так далее давайте более сложные узлы сейчас то есть запил хребта яндовы запил яндовку на прогоне порисуем дерево более массивная а там постоянно спинку тыкается давай тут порисуем здесь ну понятно дело что 30 градусов это у нас прямые ноги значит хребет у нас меньше по памяти я не буду не сейчас ничего фантазировать там ну предположим 22 там 23 градуса хребет да там поменьше вот тут кстати деление по полградуса то есть 25 25 с половиной 26 то есть все деления по полградуса идут круто вот чем у нас изначально рисуется все в принципе также вертикальный спил глубина посадки какая-то горизонтальный спил а дальше уже есть нюанс опорная часть у нас всегда одинаковая а вот тут к примеру если у нас хребет хребты равносторонние то есть если углы одинаковые то есть вальма равносторонние не так же бывает они с разными углами то есть одна плоскость 30 другая 35 тогда там хребты смещённые они по-другому рисуются когда у нас одинаковый угол тогда 45 градусов угольничек нам все это дело решает то есть берем отрисовали вот это вот все выпиливается и это у нас пяточка хребта хребет поскольку он одинаковые углы тут точно такая же пятка у него и на прогоне например на среднем там и так далее вот коньке хребет уже безусловно будет например по другому возьмем опять четыре с половиной чтобы они друг друга сильно не упирались вот у нас хребтовый запил то есть тут другой хребет приходит а здесь об крайне паром ног пример в кучу собираются вот это вот выпиливается вот это выпиливается яндовка это у нас обратный угол внутренний нам в районе мурлата она вон пошла внутрь вот они пересеклись то есть вот это в яндовке вот это вот выпиливается это тот метод которым я пользуюсь постоянно я привык цепи заходишь все аккуратно есть конечно например видел что ребята чтобы ну кто не умеет вот эти все вещи выпиливать мучиться не хотят они либо угол мурлата спиливают и тогда хребет ставится как обычная нога вот либо самое глупое на мой взгляд решение когда они вот примеру хребет выпиливают вот здесь вот и тогда глубина пропила гораздо больше чем к меру положено то есть тут слабое место у каждой древесины есть но определенный там порог который если ты перешел ты ослабил там несущую систему критически для нее то есть там она подбирается по нагрузке сечения если вы половину пропилили вы прекрасно понимаете что ну здесь гадость полная от нее ничего не осталось предположим если это конечно замкнутая балка между двумя там ну вроде ничего страшного но если так пример висяча какая-то консоль это уже проблема да чем длиннее она тем больше проблема к примеру с хребтом все понятно все пятки одинаковые на всех прогонах а вот юндовка она через прогон подпирающую под проходит под углом вот и там запил уже несколько другой она идет скользь мы ее также рисуем в принципе для начала также вертикально угол запила там какая-нибудь глубина посадки какая у нас там по проекту есть чтобы она в плоскости стояла дальше она у нас идет по касательной поэтому у нас пяточка уже вот такая то есть одна сторона у него больших погружается на прогона другая практически пролетает мимо понимаешь это опоры яндовки на прогоне на среднем то есть она упирается на мурлате там где-то вот опирается там например в конек до который идет к примеру слуховика какого-то или поворота крыши нам в другие ноги и если у нее есть средняя опора на прогоне допустим на там длинная яндовка там 6 метров и ей опору надо дать если это не стоячий столб а прогон если это идет то у него вот такая вот пяточка и понятное дело что это с одной стороны яндова который идет с другой стороны у него значит глубина посадки переносится симметрично на другую сторону все это конечно в натуре бы наверно более доходчиво будет понятно как собрать в инстаграме есть фотографии как и вот эти узлы собранные в кучу вот как то так про альфа венкель продолжаем запил ноги которого приходит упирается в хребет либо в яндовку они в принципе одинаковые то есть у нас опять тот же самый угол вертикально вот который ну 45 градусов у нас никогда не бывает это когда балки в горизонте лежат как только угол подымается они начинают смещаться 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 мы этот размер берем с программы вот но здесь чтобы показать все эти вещи как бы вот из головы просто сочинили эту историю вот он размер берутся например от мурлата до места где она стыкуется на прогоне по длинной по длинной части зарисовались отрезали потом чтобы постоянно этот угол не повторять мы используем малку один раз выставили его закрепили вот она у нас стала это хребет мы и выставили зафиксировали вот у нас есть примеру хребтовый запил отметку сделали по длине отрисовали малку приложили зарезали отпилили то есть не надо постоянно каждую хребтовую ногу там выставлять вот этот запил и так далее если углы наклона вальм они разные вот один угол будет более острый другой будет более тупой мы чтобы постоянно не дергать обычно где-нибудь там прогон или еще что-то смалки перенесли подписали это угол например там вертикальный угол горизонтальный угол например правой части хребта угол левой части хребта и когда разбегаемся там несколько человек сразу изготавливает разные детали то малка выручает не надо бегать постоянно с альфавинкельным не надо иметь каждому конкретно такой же угольник его хватает одного на бригаду ну вот малка пришел снял отрезал нужен другой угол у тебя заготовки не расписанный пришел поменял угол снял отрезал хороший материал инструмент